Всем привет, вы на канале Парадикс, и сегодня я хочу проверить самые вирусные, самые интересные лайфхаки из ТикТока. Специально для этого ролика у меня подготовлена вот такая вот очень интересная карта для проверки всех этих лайфхаков. И первый лайфхак заключается в том, что мы сможем сделать вот такую вот парящую лаву. Она просто будет висеть в воздухе. Можете посмотреть, как это должно выглядеть. Все необходимые вещи из этого сундука я уже забрал себе. Значит, сначала мы ставим вот так вот редстоуновый блок. После первый поршень, второй, третий. Вот такая вот конструкция у нас должна произойти с самого начала. Теперь ставим еще один редстоуновый блок, поршень вверх. Вот тут, вот так вот под углом, и можем залить лаву в центр. На самом деле, очень часто лайфхаки из ТикТока нам врут. И там то ли монтаж, то ли еще что-то. Но сегодня мы все узнаем. Так сказать, развеем все мифы и узнаем правду. Но это еще не все. Здесь нужно поставить три лаймовых блока и сверху два. Вот тут парочку и вот так вот. Красота. И теперь самый важный момент. Мы ломаем один редстоуновый блок, ломаем второй. И по идее, теперь, когда мы все уберем, лава не будет растекаться. Нифига себе. Это правда. Да, это первый лайфхак. И он работает. Я, честно говоря, в это не верил. Я реально не думал, что это должно сработать. Но у нас, пожалуйста, вот получилась летающая лава. И этой лавой, я думаю, что мы можем в целом даже надписи какие-то делать в небе красивые и крутые. Неожиданно. Ну что ж, давайте-ка приступим ко второму лайфхаку. Нам нужно будет построить вот такую вот конструкцию. Забираем все нужные нам вещи. И по идее, когда мы ее сделаем, это будет у нас лифт, который должен работать еще быстрее, чем все предыдущие водные лифты. Значит, сначала мы обставили блоками меда вот так вот все. Поставили вниз теперь песок душ. И теперь на каждый уровень блока мы заливаем воду вот так вот. И в данной ситуации у нас был бы это вообще просто обычный водный лифт, который нас бы выталкивал наверх. Но, судя по лайфхаку, можете посмотреть, как это должно работать. Но я что-то не думаю, что у нас это так должно сработать. Давайте-ка перейдем в режим выживания. И неплохо. Слушайте, и вправду неплохо. Давайте-ка спускаемся вниз. Еще раз. Это прям супер быстрый скоростной лифт. Офигеть. Еще раз. Вау. Я в шоке. Слушайте, я, наверное, в своем выживании построю когда-нибудь такой лифт. Потому что он реально очень быстрый. Если мы попробуем, давайте-ка снутри выползти. Хотя так тоже быстро. Такое ощущение, как будто бы все одинаково. Вау. Напишите в комментариях, как вы думаете, как быстрее сверху залазить по центру или по боку. Интересно будет почитать. Следующий лайфхак на самом деле очень простой. Перебрались мы по такому вот красивому мостику. Огромнейшее спасибо строителю Николаю за эту карту. Так сказать, Paradox Production. Ну и, в общем-то, этот лайфхак максимально легкий. Мы заглядываем в сундук и у нас здесь дельфины и огнестойкость. Давайте-ка побольше пузырьков возьмем. Ну, естественно, как мы знаем, если мы закинем дельфина вот, например, сюда. Давайте-ка откроем. И посадим дельфина сюда. То, как бы да, вода это его среда обитания. И он там будет спокойно жить, спокойно плавать. Но, что же будет, если мы опустим дельфина в лаву и дадим ему зелье огнестойкости? Я, честно говоря, не знаю, сработает ли у нас такая схема или не сработает. Давайте-ка кидаем дельфина и быстро зелье огнестойкости в него моментально, чтобы он не успел умереть. Раз, два, три. Ну-ка. Он сначала какие-то звуки-то издавал вроде, но сейчас он спокойно себя чувствует и даже не получает урон. Офигеть! Вы напишите в комментариях, вы знали, что вообще такое возможно? Потому что я даже не догадывался, что дельфины могут плавать в лаве. Какой-то шок-контент получается. Следующий лайфхак будет максимально быстрый и простой. Возможно, немножко тяжелый. Но, в общем, сейчас поймете почему. Заглядываем в сундук. У нас здесь наковальня и перья. Отправляемся наверх. Ставим здесь наковальню. А здесь скидаем перышко. Вот так вот. Спускаемся обратно вниз. И когда я нажму на эту кнопку, наковальня и перо упадут. И как вы думаете, прямо сейчас напишите в комментариях, что же упадет быстрее. Легкое перышко, которое будет очень-очень долго и медленно лететь. Либо тяжеленное наковальня, которое буквально за одну миллисекунду уже будет внизу. Принимаю ваши ставки в комментариях. Раз, два, три. Опа-на! Они одинаково прилетели. Просто идеально, одинаково. Я-то думал, перо будет как-то, возможно, медленнее лететь. Но, к сожалению, не так. Вот если бы вместо пера мы сбросили курочку, то думаю, что да, курица бы дольше летела. Но давайте-ка это быстро проверим. Ставим наковальню. А здесь мы давайте-ка поднимем барьер, чтобы курица не сбежала. И посадим курицу. Теперь бегом вниз и запускаем. Ну да, наковальня быстро прилетела. А курочка поваленьку потихонечку летит, спускается, начали на расслабоне. Я в целом так и знал. Давайте-ка переходить к следующему лайфхаку. Неподалеку у нас здесь есть озеро с рыбешками. И стрелочки в сундуке. Яйцо призыва лосося. И водное дыхание. Лишний хлам выкинем. Я думаю, вы уже догадались, что у нас будет за лайфхак. Сможет ли рыба выжить на суше под зельем? Окей, Хрюшка, ты куда убегаешь? Ты не хочешь ли посмотреть на это? Кидаем лосося и даем ему водное дыхание. И он выживет. А давайте-ка обычного без эффекта засадим. Нет, он начинает умирать. Да, это грустно, прискорбно. Зелька не помогло ему. Дыши, брат, не умирай, пожалуйста. Просто, но что-то, да, такое ощущение, будто это ему не помогает. Как с дельфином, это, конечно, не прокатило. Прямо сейчас вы должны точно поставить лайк, потому что я уверен, что вы на 100% офигеете. У меня просто челюсть отпала, когда я увидел этот лайфхак. Этот миф или лайфхак гласит о том, что призыватель перекрасит этих синих овец в красных. Я думаю, вы уже, наверное, понимаете, что будет за результат. Давайте-ка призовем. Ну-ка, ну-ка. Просто на ваших глазах он перекрасил синюю овцу в красную. Чего? Вы посмотрите. Я в шоке, я никогда этого не видел. Я играю примерно 100 лет в Майнкрафт и ни разу этого не видел. У нас здесь были все синие овцы, а теперь они стали красными. Чего? Одна синяя осталась овца. Как так? Это просто безумнейший лайфхак. У нас все овцы красные. Это жесть. Давайте-ка сделаем еще больше синих овец. Ну-ка, 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 ну-ка. Перекрашиваем, перекрашиваем много синих овец. У нас сейчас 4 синих овцы. Неужели этот призыватель сейчас опять кого-то перекрасит? Реально перекрасил у нас, блин, теперь плюс одна красная овца. Ё-моё. Я в шоке. Я просто в шоке. Как ты это делаешь? Как ты это делаешь? Ребят, вы по-любому этого никогда не знали. С вас лайк и подписка. Ну ладно, хватит уже удивляться. Там уже как бы все тупо красные овцы стали. Синих уже не одной. Переходим к следующему лайфхаку или мифу. Возможно, вы знаете или не знаете, что если будет стоять какой-либо блок над сундуком, то мы его не сможем открыть. Будь то будет земля с травой или просто обычный блок земли, либо диорит. Вообще любой блок мы открыть не сможем. Но если мы возьмем лопату и сделаем из этого блока тропинку, мы тогда сможем открыть сундук. Вот такой вот интересный факт, интересный миф о Майнкрафте. Я, честно говоря, немножко запутался. Я уже не знаю, что мы делаем. Проверяем лайфхаки из ТикТока или мифы из Майнкрафта. У нас, в общем-то, все вместе получается. А вот сейчас, ребята, я уверен, что нас обманывают. Нас самым настоящим образом обманывают. Посмотрите этот ТикТок. Кто не понял, он поставил поршень, на который поставил стержень. И когда он воткнул этот стержень в спавнер, то начало просто идти миллион опыта. Давайте-ка это попробуем. Ставим просто обычный спавнер. Например, с хрюшками. Либо можно прям сделать, как на видео. Поставить туда зомби. Вот чтобы вот прям один в один было. Затем поршень. Ставим эндер стержень. И рядом рычаг. И вы готовы? Судя по этому лайфхаку, судя по этому ТикТоку, у нас сейчас должно быть миллиард, сто миллионов, триллионов опыта. Я в это не верю. Переходим в режим выживания. Раз, два, три. Ну, как бы, что и требовалось доказать. Чуть свинку, конечно, не убили этим стержнем. Но нифига, нифига, никакого миллиона опыта нету. Может, надо еще раз попробовать? Нет, данный лайфхак, к сожалению, не работает. И это грустно, очень грустно. Ну и вот настала очередь последнего лайфхака. Посмотрите его. Я думаю, вы в шоке, да, после просмотра. То бишь, если мы начнем сейчас плавать, выплывем вот в эту дырочку, то мы сможем по этим заборчикам перебраться, как на зиплайне. То есть, я не знаю, какой магией это должно произойти. Мы как-то головой должны будем присосаться к этим заборам и перелезть на ту сторону, к тому дереву. Я не думаю, что это будет работать. Хотя некоторые безумные вещи у нас сегодня уже происходили. Вот, например, как эти красные овцы. Поэтому я все-таки думаю, что стоит попробовать. Давайте-ка заплываем в дерево. И выплываем. И еще раз давайте-ка попробуем на всякий случай. Вдруг я что-то не так сделал. Выплываем. И... Скорее всего, это был монтаж. И на самом деле, он как-то вот так вот это все пролетел. Ибо по-другому я просто не представляю, как это должно работать. Но если бы это реально в Майнкрафте так работало, то это была просто безумнейшая вещь, на которую можно было бы очень классно перебираться. Я думаю, вы со мной согласитесь. Если вам понравилась данная рубрика и вы хотите еще проверку лайфхаков из тиктока, обязательно пишите об этом в комментариях. И также можете предлагать свои мифы и скидывать тиктоки, если хотите, чтобы я их проверил в следующем выпуске. А так, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем пока.